Торжественное открытие нового аэропортного комплекса Платов устроят 7 декабря и приурочат к Международному дню гражданской авиации. Отправку и прием всех регулярных и чартерных рейсов. В Платове решено синхронизировать с открытием аэрогавани. До 11 утра 7 декабря все внутренние и международные рейсы принимаются и отправляются из действующего аэропорта Ростова-на-Дону на Шолохово. Напомним, действующий аэропорт Ростова получил новый код. Как сообщает официальный сайт Аэрофлота, теперь воздушная гавань на Шолохово обозначена в билетах как РВИ. Код РОВ в билетах будет означать новый аэропорт Платов. Аэропорт на Шолохово будет работать до весны. На связи губернатор Василий Голубев провел интерактивный прием граждан. Глава региона ежемесячно общается с жителями Ростовской области в режиме онлайн. В этот раз встреча проходит в рамках недели приема граждан, организованной политической партией «Единая Россия». Сейчас объект готов на 52%. Подрядчик опережает график. Чтобы закончить работы в срок, просят дополнительно 20 миллионов рублей. Мебель, инвентарь и музыкальные инструменты закупят из муниципальных средств. Достроить ДК в Родионово-Несвятайском районе обещают уже в следующем году. На открытие приглашают и губернатора Василия Голубева. А вот ростовчанку Ольгу Тульцеву беспокоит развитие настольного тенниса на Дону. Из-за отсутствия инфраструктуры способные юные спортсмены вынуждены уезжать, тренироваться в другие регионы. По этой же причине в Ростовской области не проводят рейтинговых соревнований. Разобраться с проблемой губернатор поручил областному Минспорту. Базой для развития этого вида спорта после Мундиаля может стать один из объектов на Грибном канале. Мы же договорились, посещая Грибной канал, что помимо того, что мы там имеем, в ближайшее время подработаем дополнительные сооружения спортивной направленности, в том числе на Грибном канале. Об этом мы говорили, будучи там. Пожалуйста, предлагайте, давайте сделаем такую для начала, пусть небольшую базу, в том числе для настольного тенниса. Это будет работать, обещаю. В настоящее время, надеюсь, здоровье находится в не очень хорошем состоянии. Я часто обращаюсь в Центральный районную больницу. Раньше проект капремонта ЦРБ Куйбышевского района не попадал ни в одну программу по благоустройству. Сейчас за решение вопроса вплотную взялся областной Минздрав. Изготовление проектно-сметной документации на завершающей стадии. Если она будет готова к первой корректировке областного бюджета, на ремонт выделят средства уже в следующем году. При таком раскладе свежим ремонтом жителей района порадует к 2019-му. Мигрантов в Ростове стало больше на 2,2%. Об этом на координационном совещании по обеспечению правопорядка в области заявили донские чиновники. В этом году на миграционный учет поставили 90 370 иностранных граждан. Места пребывания приезжие выбирают обдуманно, обустраиваются в приграничных районах региона, рядом с сельхозугодиями, строительными объектами и рынками. Таких пристанищ для мигрантов на Дону сегодня больше 20. В текущем году выявлено более 9,5 тысяч нарушений, возбуждено 480 уголовных дел, вынесено около 1500 решений о неразрешении выезда в Российскую Федерацию. В административном порядке за пределы страны депортировано 68 иностранных граждан и лиц без гражданства. Следующий вопрос на повестке дня. Незаконный оборот спиртосодержащей продукции. За этот год в Ростове области изъяли более 1300 литров нелегального алкоголя. При этом объем поставок лицензированных спиртных напитков на Дону сократился на 2,2%. Сообщить о теневом распространении алкоголя ростовчане могут по телефону доверия 267-77-48. За 9 месяцев текущего года на телефон доверия поступило 129 обращений, из них 79 или 61% о нарушениях, установленных в городе Ростове-на-Дону. Для сравнения, на телефон доверия, установленный в администрации города, поступило всего 29 аналогичных обращений. Все обращения фиксируются, анализируются, направляются в ГУВД по Ростовской области для принятия мер. Такие телефоны доверия сегодня есть в каждом муниципальном образовании Ростовской области. Контрабанду запасных и комплектующих изделий к стрелковому оружию выявили сотрудники Южной оперативной таможни. В ходе оперативно-розыскных действий, которые проводились совместно с управлением ФСБ России по Ростовской области, выяснилось, что подозреваемый за месяц отправил в США шесть посылок составными частями огнестрельного оружия. Получатели каждый раз начались разные. В посылках обнаружены изъяты 302 единицы изделий военного назначения. Разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовали. В отношении гражданина Российской Федерации 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе обысков у него нашли 4 единицы боевого огнестрельного оружия, 293 патрона, 554 магазина от автоматов Калашникова, различных модификаций. Также сотрудники правоохранительных органов задержали пособника подозреваемого, в ходе обысков у которого нашли предметы, схожие с ружьями и автоматами, магазины и патроны к ним. Переходить или не переходить – вот в чем вопрос. В Донской столице обсуждают перспективы перехода школ на пятидневную систему обучения. В соцсетях по всей стране даже запустили сбор подписей в поддержку этой инициативы. В Ростове уже есть примеры обучения по пятидневной системе. Однако в большинстве школ дети учатся и по субботам. Такой разрозненный график не всем удобен, поэтому среди жителей Донского региона тоже устроили голосование. На сайте активный ростовчанин за пятидневную систему обучения проголосовало большинство горожан. Почему поддерживают такую систему, в чем ее преимущества и какие есть недостатки – узнаем из запроса. С одной стороны, это правильно, потому что больше будет отдыха, но за счет того, что будет пятидневка, будет больше занятий в эти пять дней. А с другой стороны, неправильно, за счет того, что пятидневная нагрузка слишком высокая, особенно для детей до 18 лет. Два выходных лучше, чем один, неполный, там полтора. Потому что дети должны отдыхать два дня, а потом уже с полными силами идти в школу. Так что считаю, что все же будет так лучше. Пятидневка – да. Суббота, воскресенье дети должны отдыхать, честно говоря. Два дня – это великолепно. У нас старший ребенок, да, у меня внук, 12 лет, он очень устает, потому что много и в школе задают, и потом он ходит на футбол, на тэквондо, то есть какие-то секции нужны. Обязательно за один день он успеет отдохнуть. Я только за. И мама его тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова